Сегодня для официального разговора мы посетили отдел опеки и попечительства и обсудили актуальные вопросы с заведующим Людмилой Викторовной Шапор. Здравствуйте, Людмила Викторовна, здравствуйте, уважаемые телезрители. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, почему и когда вы переехали в новое место? Прежде всего, я хочу сказать, что сбылась наша давняя мечта. В 2008 году, когда был создан отдел опеки и попечительства Министерства образования Московской области, мы размещались первоначально в здании администрации. И с того момента, с января 2008 года, вопрос о том, чтобы улучшить условия для нашего размещения, он, конечно, у нас постоянно был на контроле. Первоначально вопрос у нас этот решался как-то в планах это было. Но с 2009 года при прежнем главе, вернее, при главе Николая Алексеевича в Скороходе этот вопрос был вообще окончательно закрыт и больше не поднимался. И порой даже на наше обращение никакой реакции не было. Но мы не только хотели создать себе условия, мы прежде всего хотели создать условия жителям. Потому что то помещение, которое мы занимали первоначально, представляло с тобой всего комнату. Одну комнату, 18 квадратных метров, где находились наши рабочие места, где хранился архив. И практически население нам принимать было негде. Мы, конечно, попытались создать условия. И у нас в коридоре так оборудовали место для приема. Но это не то место, где можно было решать вопросы, ну, порой жизни, жизни детей, взрослых. Поэтому этот вопрос мы как бы поднимали неоднократно. В 2019 году, когда пришел к руководству Игорь Петрович Красавин, мы вновь обратились к этим вопросом. Он сразу же откликнулся и, в общем, нашел время посетил нас, посмотрел, в каких мы условиях находимся и попросил подождать. Ну, конечно, мы набрались терпения, мы ждали. И уже в 2013 году, где-то в середине 2013 года, нам его уже заместитель Федор Евгеньевич Балицкий уже начал показывать на территории города, где можно нам в перспективе размещаться в нашем отделе. Нам были предложены разные адреса. Мы, конечно, ездили, смотрели. Что-то для себя помечали, что да, но нужен ремонт. Что-то отвергали сразу, потому что неудобно было ни нам работать, неудобно принимать население, решать вопросы. И когда нам предложили на выбор, вот в апреле, предложили на выбор, даже не в апреле, а в марте 2014 года, предложили на выбор вот часть этого здания, мы, конечно, сразу согласились. И поскольку знали, что будет ремонт, все наши задумки и хотелки мы сразу дали строителям. И вот то, как спланировано и в каком сейчас состоянии это наше новое помещение, конечно, это наше пожелание. Но надо сказать огромное спасибо Игорю Петровичу, потому что я хочу сказать, что без его чуткого руководства не было бы ни спонсоров, не было бы ни строителей здесь. И мы бы, наверное, очень долго бы еще сидели и мечтали. Поэтому наш переезд, это прежде всего забота Игоря Петровича не только о нас, сотрудниках, которые защищают право детей и сирот, но прежде всего о населении. Потому что размещаясь здесь, это очень удобное место, это центр города. И за один визит можно посетить сразу три организации. Опека на первом этаже, на втором пенсионные, социальная защита. То есть все очень удобно прежде всего жителям. А как удобно нам, мы восхищаемся и завидуем сами себе. Наш переезд прошел очень быстро, потому что где-то сразу после манских праздников мы встретились с Федором Евгеньевичем Балицким, и он нам предложил сориентироваться. Поскольку помещение было готово, мы съездили, посмотрели, нас все устроило. Но мы не двинулись до тех пор, пока не решили вопрос с телефоном, не решили вопрос с интернетом. Потому что поставить столы, это практически не работать. Мы должны быть опять доступны и мобильны. Но администрация и здесь пошла нам на встречу. Привычный для жителей телефон, он нам был просто подарен. Естественно, конечно, за него теперь оплачиваем мы, поскольку все это время администрация несла время по оплате связи. А теперь мы просто его поставили на баланс министерства образования, и жители практически ничего не потеряли, а наоборот получили гораздо больше удобств. И телефон сохранен, и местонахождение наше удобно. И у нас переезд произошел в течение полудня. Опять же, через администрацию мы нашли людей, договорились, нам предоставили и рабочих, и транспорт. И мы 30 мая, мы за первую половину дня, мы перевезли все-все-все. И уже даже крупную мебель мы расставили. Ну, а уют, конечно, наводили уже постепенно, поскольку мы уже продолжали работу, вести прием населения, решали вопросы необходимые, жизненные вопросы. И в перерывах между этим наводили уют. Конечно, еще есть к чему стремиться, но мы очень довольны. Спасибо всем. И снова хочу поблагодарить Игоря Петровича. Людмила Викторовна, я думаю, настал момент сообщить людям ваши контакты. Телефон, имейл, может быть, если есть сайт, и ваш адрес. Уважаемые жители, наш телефон 3-23-25, он остался прежний. С 9 до 18.00 вы можете позвонить, мы ответим на все ваши вопросы. Время дни приема понедельник-четверг с 10 до 17.00. Существует обеденный перерыв с 13.00 до 14.00. Что касается электронной почты, она очень проста. Опека латинскими буквами, дефис, ег, собака, яндекс.ру. Сайта у нас пока нет, но мы стремимся к совершенству. А вообще где-то в интернете можно поискать перечень услуг, которые предоставляют отделы опеки и попечницам? Ну, поскольку мы структурное подразделение Министерства образования, вся информация, конечно, содержится на сайте Министерства образования. Можно выйти на сайт правительства Московской области, там будет ссылка в Министерство образования, и дальше там видно все-все-все, что предоставляет Министерство образования Московской области, в том числе государственная поддержка детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Там же будут указаны перечни всех структурных подразделений Министерства, контактные адреса, электронные почты, телефоны, как зовут руководителя каждого отдела или управления по опеке и попечительству на территории Московской области. Сейчас актуален вопрос с беженцами, с Украины. Расскажите, пожалуйста, вы как-то регулируете этот процесс? Ну, вопрос, конечно, этот на нашей территории держится и под нашим контролем, поскольку большая группа людей с Украины приехала 23 июня. Мы в этот же вечер, конечно, понимаем, что людям нужно было расселиться, мы в этот же вечер были на территории бывшего детского дома. В первую очередь мы смотрели, все ли дети приехали с родителями, нет ли детей, которые прибыли к нам на территорию без законных представителей, есть ли среди них дети опекаемые, приемные, усыновленные. Побеседовали практически с каждым взрослым, посмотрели на каждого ребенка и собрали информацию, в какой класс должны пойти дети с 1 сентября. Потому что среди этих детей есть дети, которые даже не успели сдать выпускные экзамены. Был ребенок, который прибыл на территорию, и он пока еще есть, да, на территорию прибыл с тетей, без родителей. И по закону мы должны были, конечно, изъять этого ребенка, потому что он, оставшийся без попечения, оказался родительского. Мы приложили всякие усилия, чтобы не травмировать, и, в общем-то, опять же, нам пошли навстречу сотрудники администрации, которые могли очень безболезненно решить этот вопрос. И эту информацию мы держим постоянно на контроле. Помимо детей, которые находятся с родителями в детском доме, есть семьи, которые размещены по жилым помещениям, в квартирах. Есть семьи, которые проживают в свободных квартирах, когда Роман Игоревич предоставил возможность проживать таким семьям. Есть граждане, которые просто приняли семью с детьми, поскольку одному малышу всего один месяц. И, понятно, условие такого массового скопления в том здании не даст возможность ребенку полноценно развиваться. То есть, эту информацию мы держим в постоянной контроле. Раз в неделю мы собираем эту статистическую информацию, потому что движение происходит постоянно. Кто-то приезжает, кто-то уезжает. Не всем, некоторым не нравятся условия, в которых они находятся здесь. И поскольку есть на территории Российской Федерации какие-то знакомые, либо дальние родственники, ну, люди имеют право выбрать там, где лучше. Поскольку им дается такая возможность пережить ту беду, которая вот на них обрушилась. И есть, ну, отслеживаем, конечно. И вот знаем, что в августе у нас будет тоже установлена опека в отношении одного ребенка. Поскольку он прибыл к тете без родителей. Но сейчас идет вопрос о получении согласия со стороны родителей. И у нас по законам граждане Российской Федерации имеют право принять в семью, кроме усыновления, принять в семью детей в другие государства. Хотя, конечно, эта опека будет добровольной, согласия родителей. Но в любом случае этот законный представитель будет защищать ребенка на территории нашей Российской Федерации. А то защищать как? Прежде всего, представлять его права и защищать интересы. Вот в чем будет заключаться защита. Эту информацию мы отслеживаем регулярно. Сейчас у нас на нашей территории, по нашим статистическим данным, 37 таких детей. И 38-й ребенок – это девочка, которая уже достигла совершеннолетия, но не смогла сдать выпускные экзамены. И сейчас собирается информация в Министерство образования Московской области для того, чтобы дать возможность этим детям сдать выпускные экзамены и уже потом попробовать себя в обучении, либо в колледжах, либо в вузах, в зависимости от результатов. Людмила Викторовна, как по Вашему мнению, возможно ли в наших детских садах и школах разместить тех детей, которые приехали из Украины? Что касается общеобразовательных учреждений, это прежде всего школы. Я считаю, что есть такая возможность, поскольку у нас в прошлом году открыто новое образовательное учреждение, школа номер 14. Эта школа полностью не укомплектована, то есть есть возможность свободных мест для обучения. Что касается школ, то я думаю, что возможности есть. Что касается детских садов, конечно, здесь у нас проблематично, поскольку очередность граждан, которые проживают на территории нашего города, даже существует в дошкольных учреждениях. Конечно, многие жители надеются, что с сентября их детки пойдут в эти дошкольные учреждения. Здесь, конечно, проблематично. Но я думаю, что все должны понимать, что ситуация очень критична, и то, что происходит, можно все пережить, наверное, кроме войны. Поэтому, в общем-то, люди у нас, будем считать, что добрые и подходят к пониманию. Да, мы тоже очень надеемся на то, что наши люди поймут данную ситуацию. А теперь вопросы наших телезрителей. И первый вопрос к вам, он касается жилья. Семьи, имеющие несовершеннолетних детей и желающие улучшить свои жилищные условия, считают, что получить разрешение на продажу комнаты, квартиры или дома в органах опеки и попечительства очень сложно. Это действительно так? Нет, абсолютно не так. И действительно, нам звонят периодически граждане. Но надо сказать, что наш город сейчас строится, развивается. И мы видим, что у нас появляется в городе очень много новостроек. Жилье благоустроенное, квартира замечательная, имеют большие площади и хорошее благоустройство. И, конечно, у людей появляется желание улучшить условия, то есть продать старенькую квартиру и приобрести новую квартиру, где детям, которые уже подрастают, будет комфортно, удобно, ну и вся семья будет довольна и счастлива. И нам периодически звонят граждане, и причем много обращений и по телефону, и на личном приеме, для того, чтобы получить разрешение на продажу жилого помещения, которое подвижит отчуждению. И получить данное разрешение несложно, если мы всегда объясняем, что все зависит от того, что есть у несовершеннолетних. Но прежде всего я хочу сказать и зрителям, и слушателям, что все разрешения, все справки органы опеки выдают бесплатно. Поэтому, если вы обращаетесь к риэлторам, и риэлторы говорят, что это стоит денег, я еще раз говорю, что это все выдается бесплатно. Значит, каждый гражданин имеет право обратиться за разрешением. Если у ребенка есть в собственности какая-то доля, ведь у нас несовершеннолетние, которые пользуются жилыми помещениями, если это жилое помещение приватизируется, ребенок автоматически включается в приватизацию и получает долю. И вот если эта квартира подлежит продаже, то есть родители решили продать, то взамен они должны купить ребенку долю, та, которая у него есть, не меньше. И мы оцениваем три критерия. Чтобы было не меньше, чтобы было не хуже, и учитывая рыночную стоимость, чтобы не было дешевле. То есть равнозначную, то есть метр за метр. Если у ребенка только регистрация, а нет собственности, то достаточно в соответствии с гражданским кодексом получить от нас справку, что ребенок не состоит у нас на учете. И все. Чтобы начать решать эти вопросы, что нужно сделать, с чем нужно прийти к вам? Вот, чтобы получить справку для регистрационной палаты, если ребенок не имеет собственности, то достаточно принести документы, подтверждающие личность каждого из родителей, свидетельство о рождении ребенка. Это самый главный документ. Некоторые родители считают, что получив паспорт, это главный документ. Оказывается, вообще по жизни первый документ, который дается, это свидетельство о рождении. Он является главным, потому что именно в этом документе записаны оба родителя. В паспорте это уже гражданство, да, то есть это полноценное граждание. Поэтому мы просим свидетельство о рождении, и мы просим паспорт ребенка, если он уже достиг 14 лет. И обязательно выписка из домовой книги, если это не паспорт, подтверждающая, что дети проживают на нашей территории. Потому что, значит, представлять интересы детей мы можем только тех, которые действительно зарегистрированы по месту жительства на территории городского округа Электрогорск. Так вот, чтобы получить эту справку, достаточно принести вот эти документы. И, естественно, документы на жилье, чтобы мы видели, что у ребенка в собственности жилья нет. Тогда в течение 10 минут обратившийся гражданин может получить справку, необходимую ему для регистрации сделки в регистрационной палате. Если у ребенка есть доля или в собственности какое-то недвижимое имущество, конечно, чтобы получить разрешение на продажу, родители должны принести копии документов, которые подтвердят, что взамен этого отчуждаемого имущества ребенок получит в собственность вот это имущество. И родители дают нам обязательства, и мы держим это на контроле. И после того, как мы выдадим разрешение на продажу квартиры, дома, комнаты, земельного участка, родители оформляют сделку, регистрируют право собственности своего ребенка или своих детей и предоставляют нам в обязательном порядке документы, подтверждающие, что ребенок в собственность приобрел то имущество, которое было заявлено первоначально. И после того, как они предоставят нам эти документы, мы дело закрываем, убираем в архив. То есть мы спокойны, поскольку, хоть это и родительские дети, но имущество детей отстояли. Такая процедура, она вызвана была 90-ми годами, когда продавалось имущество, и многие дети, ну не многие дети, слава богу, что не многие, но дети оставались вообще без угла, без жилья. И в связи с этим, в общем, государство наложило на нас такую определенную ответственность, чтобы мы защищали интересы и родительских детей. Но я хочу сказать, если родители не предоставляют по разным причинам нам сведения, что имущество все-таки приобретено, конечно, мы терпеливо напоминаем, что вы нам забыли, что принесите, если они переезжают в другой регион или на другую территорию Московской области, мы, конечно, их берем контакты, куда они уезжают, мы им пишем, ну что делать, они нам отвечают. Если родители игнорируют нас, мы их уже официально уведомляем о том, что вы нам обязаны предоставить, но если после этого никаких сигналов нет, то мы имеем законное право выйти с иском в суд и признать ту сделку ничтожной. Вот у меня сейчас на контроле два дела. Если я знаю, что одно дело мы сейчас закроем, потому что подсуетятся родители и предоставят нам информацию, то одно дело, наверное, все-таки нам придется выходить с иском в суд, невзирая на то, что родители переехали в Сочи. Так что вот сейчас дадим телеграмму, потому что удалось разыскать родителей. Будем надеяться, что в собственности все-таки у детей что-то есть. Ждем выписку из ИГРП. Если нет, конечно, признаем сделку ничтожной. Поэтому, уважаемые родители, для того, чтобы вы жили спокойно и вас никто не дергал, продаете квартиру, покупаете в собственность, собственно, взамен отчуждаемой, приносите, отчитывайтесь, мы закрываем дело и забываем про вас. Живите долго и счастливо. Ну что же, уважаемые телезрители, все наши вопросы нашли компетентные ответы. И я желаю вам, если у вас возникнут какие-то новые вопросы и проблемы, приходите в отдел опеки и попечительства. Всего доброго. До свидания. До свидания. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова